Здравствуйте, уважаемые зрители, видно нас, слышно? Напишите, пожалуйста, в чат. Всем привет. У нас сегодня жалевая погода. Кто и пословица, что я вам буду рассказывать, я так думаю, вам в работе очень здорово пригодится, и не говорилось только о здоровье. Слышно, а остальные? Слышно, а остальные? Так, Николай пишет, что вы нас слышите. Где вы? Слышно и видно хорошо. Видно и слышно, хорошо пишет. Все, подобраться, да? Итак, сегодня мы продолжаем про нашу рудочную кишечную траву. Просто раз мы с вами говорили, что сначала еда попадает в рот, там происходит механическая ее переработка, то есть ее нужно мелко-мелко размягчить, потом она попадает в желудок, и желудок эту еду уже размягчается химически, то есть соляная кислота превращает ее в такую гомогенную массу. А потом вот эта гомогенная масса для нас в тюрьмской кишке соединяется с фигментами поджелудочной кишки и желчными кислотами, и начинается процесс переваривания, то есть начинаются эти наши картошки, макарошки и все прочее, начинают расщепляться на мелкие-мелкие углеводы, витамины и так далее, и в тонком кишечнике, который очень длинный, в котором куча лосина, в котором 200 метров квадратных всасывающей поверхности, потихонечку все это начинает всасываться. Вот так происходит у нас процесс пищеваривания. Причем мы с вами сказали, что в желудке всасываются два основных микроэлемента, это кальция и железо, и поэтому очень важно, какой у вас желудок. Если желудок не в порядке, вы можете иметь железодефицитную анемию просто потому, что у вас нарушены кислоты желудочно-встока. Вы можете иметь острый球 пороз просто потому, что у вас нарушены кислоты желудочно-встока. Именно поэтому, чтобы эту кислотность отрегулировать, мы пьем эти литидный чай, который как раз ее регулирует, то есть если она высокая, то он ее повышает. Двенадцатиперцы в кишке тоже всасывают остатки того, что не всосалось, кальция и железо, и начинают весь уже всасываться какие-то другие элементы. Но я вам хочу сказать, и я вам в прошлом раз об этом говорила, что вот, начиная с ротовой полости, начинает что-то у нас во рту всасываться. То есть углеводы, они начинают всасываться в ротовой полости. Что-то из вот таких вот компонентов всасывается в желудке, в двенадцатиперце. Но основная все-таки масса приходится на тонкие кишечни. И отсюда важный вывод, человек не может поправиться очень часто, если у него именно не в порядке тонкого кишечника. Потому что там, где должно всасаться, там всасывается бестолково немножко. Я вам хочу сказать еще одну такую вещь. Мы очень плохо знаем тонкого кишечника. Заболевания, которые именно тонкого кишечника, как-то вот так, они не сильно упоминаются. Может быть, единственное заболевание, которое серьезно к нему относится, это аутоиммунное заболевание, которое называется болезнь крона. Когда повреждается вовсенчатый аппарат, возникает язвь, это уже совсем грустный случай. И, к счастью, достаточно редко встречающийся, потому что я занимаюсь давно аутоиммунными состояниями. И вы знаете, что продукция кишечника аутоиммунных состояний самая лучшая. И вот как раз об этом написана моя книга «Универсальная схема». Но вот болезнь крона – это одна из самых тяжело поддающихся аутоиммунных, одно из самых тяжело поддающихся заболеваний, даже нашей терапии. И очень все сложно. Поэтому об этом даже говорить не будем. Наша сегодняшняя тема – как сделать так, чтобы все у нас было хорошо. А чтобы все у нас было хорошо, надо, чтобы ферменты поджелудочной работали хорошо. Надо, чтобы желчные кислоты выделялись правильно. Главное, чтобы они вообще выделялись, когда мы едим. Потому что люди, у которых убрали желчные кожи, у них не работает фильтр ОДЕ. Это вот те пока два отдельные лекции. И у них желчь, ферменты поджелудочной слезы попадают не в то время, когда у нас идет процесс пищеварения, а в любое другое время. Потому что регулятор этого сфинкера как раз является желчным кислотой. Те, кто знает мои лекции, примените лекцию по желчным кислотам, об этом очень подробно рассказывайте. Поэтому еще раз, важно, чтобы 12 пёс на киску попали хорошо в все ферменты желчной кислоты. Подразумевается, что лучшее пузыри у нас на месте, сфинкеролки регулируется и все хорошо. И вот как раз биохимию поджелудочной железы великолепно восстанавливает китозан, двойная целлюлоза, чай, фос, фруктозан. Очень хорошо, самый лучший препарат для поджелудочной железы в ЕС. Но, к сожалению, пока нам его не дали, но я так думаю, что в скором времени это уже будет. И уникальный препарат, который действует на структуре поджелудочной железы, восстанавливая так называемые бета-клетки или астрактиламберганца, это спирулина. То есть она действует на всю ткань поджелудочной железы, но в большей степени она еще идет именно на те клеточки, которые у нас вырабатывают инфулин. Вы знаете, что поджелудочная железа уникальная железа, это единственная железа, которая выделяет два вида секрета, экзокринного и эндокринного. Эндокринный – это гормон инсулин, а экзокринный, то есть в основном среду, это как раз ферменты поджелудочной железы. Итак, мы восстанавливаем поцелудеса или хитозаном, или двойной целлюлозой, или фруктозаном, и дайте что, кто-то из них. Если у нас есть что-то не в порядке с сахарами, с глюкозой, то глюкоза в норме у человека должна быть до 5,2. Теоретически считается норма до 6, но сразу хочу сказать, причем не просто до 5,2, а должен быть диапазон от 3,5 до 5,2. Если этот диапазон ниже 3,5, это видит о том, что у вас есть фермент расположенность к сахарному диабету. Так, кто-то пишет, что не показывает поцелу, не показывает ничего. Если ниже, чем 3,5, это нехорошо, потому что мы обычно смотрим показатель, если не выше, значит, это известно. Нет, к сожалению, если у вас ниже, чем 3,5, то это предрасположенность к сахарному диабету. Если выше, чем 5,2, теоретически до 6, это норма, но эту норму повысили, почему? Потому что уже настолько много стало диабетиков, и все, у кого сахар 6 подписывать под диабет, такой здоровых людей уже не останется, как-то совсем нелогично. Поэтому сделали новую норму до 6, но на самом деле, если у вас от 5,2 до 6 идет диапазон глюкозы, это уже есть какие-то проблемы с подселуточной, это предрасположенность к сахарному диабету 2 типа, и это маленько надо ограничивать сахарному диабету и все прочее. Это уже звоночки, которые должны насторожить. Но ограничить это одно, очень часто ограничить им тоже не помогает, но мы можем вот это скорректировать препаратом, который называется биоцин. Биоцин очень хорошо регулирует нашу глюкозу. Это один из препаратов, который вообще лучше всех действует на сахарной диабетой, и когда он только начинается, то теперь это можете вернуть. Ну и, конечно, еще один момент, важный момент. Дело в том, что эндопринологи говорят, что сахарный диабет – это диабет, который возникает по полных возрастей, чаще всего. Кстати, именно тот момент, когда возникает диабет, он может похудеть из-за того, что у него сахар получился. Вот это в жизни у вас. Но если вы хотите избавиться от сахарного диабета, если вы не хотите и заболеть, человек, даже у которого получились сахара, если он худеет на 20 кг, то сахара могут прийти в ногу. И именно поэтому, когда у человека начинается диабет, организм ухилен начинает забрасывать. Здесь он пытается это скорректировать. Когда-то у него получается, редко, обязательно надо мешаться на санях. Поэтому за собой надо смотреть. Помните девиз «Остасии и утопающих, белорусы и них утопающих». Надо чуть больше о себе знать и за собой смотреть. Итак, в тонком кишечнике у нас все всасывается. Все, что есть, оно такое медленно и легко течет по тонкому кишечнику, распределяется по всей вот этой вот поверхности 200 квадратных метров и тихонечко всасывается. И мы получаем как раз все те компоненты, которые нужны для работы организма. Когда вот эта вот пищевая масса доходит до толстого кишечника, в толстом кишечнике уже всасывается только вода. Толстый кишечник отвечает за всасывание воды. И вот из этой массы, а она очень жиденькая, вот начинает всасываться вода, и она начинает формироваться, такие это плотненькие колбаски, которые мы с вами имеем на выходе. И толстый кишечник, вот тут начинается самое интересное. Когда туда поступает эта гаммогенная масса, когда шло всасывание, да, это как бы было само собой. Но вот в этой массе могут попасть какие-то микробы, анаэробы, анаэробы называются микробы, которые не могут жить с кислорода. Могут попасть какие-то паразиты. Чаще всего эти паразиты попадают там в виде таких личинок, цист, вот например, цист или англи. Оно все попадает в толстый кишечник. Толстый кишечник тоже имеет свои морсинки, которые называются клипы. Это не в толстом кишечнике, это не в толстом кишечнике. И здесь у нас в толстом кишечнике живут наши любимые, наши защитники, самые хорошие микрофлоры, которые, кстати, как выяснилось по последним данным, оказывается, живут не только в кишечнике, хотя мы об этом говорили. Сейчас оказывается, что вихидоларта, полибактерии, которые темнотически должны быть в кишечнике, они, оказывается, живут у нас во всех органах. И, собственно, это надо было предполагать, потому что лисбактериоз, состояние, когда у человека нарушена кишечная флора, и он лезет абсолютно на всю паразитарную флору. А вот, например, рябиджи, они вылупятся могут в кишечнике, а живут-то в печени. И получается нелогично, что у нас здесь нарушено, или, наоборот, здесь хорошо и в печени хорошо. Вот здесь нарушено и в печени нарушено. Если здесь нарушено, значит, наверное, в печени нарушено, раз рябли смогли размножиться. Вот, выяснили, что бифидоэнафта бактерий, оказывается, есть даже в мозгу. Но и еще один важный момент, вот, кстати, очень часто сейчас, когда мы приходим к врачу, да, у нас любят назначать, и это дорогостоящие анализы, на различные флоры анализы, да. Что это за флоры? То есть у нас организм, это такая большая симбиотическая система, в которой живет путь всякого народа. Вот мы с вами, да, это на просто, скажем так, жилплощадь для различных хламидий, глипциел, гарминерил, цитоклазма, ореоплазма, цитомидаловирус, вирус герпеса, папилломовирус, тоже, кстати, у нас живет, да. То есть у нас очень много всякого народа, гриппы различные, да, кондиты, но весь этот народ регулируется как раз нашими бифидолактой, колебактериями. Если бы они жили только в кишечнике, а вот этот народ, кто живет по всему организму, как бы они могли это регулировать? Это как-то звучит логично. Сегодня в целом и доказали, что, да, действительно, они живут не только в кишечнике. Но главное, чтобы вы услышали, да, именно наша нормальная микрофлора кишечника, которая в том числе и по всему организму работает, регулирует вот эту вот микрофлору, которая живет в организме. И именно от нормальной микрофлоры зависит, будет ли у нас какие-то хламидиозы, или горминелиозы, или этот цитомегаловирус у нас что-нибудь спровоцирует, или герпес у нас что-нибудь спровоцирует. А когда у нас нормальная флора, они себе живут тихонечко на животе, живут тоже живые, тоже жить хочется правильно, а вот живут, главное, чтобы нам не мешать. Вот. Мы уже с вами говорили о геликобахтах, да, которые живут в желудке, тоже, кстати, регулируются наши иммунные системы, и вот это вот микрофлоры. И геликобахтеры, мы с вами сказали, да, что это полезные бактерии, которые помогают бороться с парадитами, и когда нас пугают, что вот из-за них возникает язва, рака и все прочее, да, у человека с раком или язвы находят геликобахтеры, но не факт, что это возникает из этого. Возникает, когда их сильно много, когда они активны, они начинают обзираться не тем, чем им положено, скажем так, тогда мы тоже нашли нас, потому что если их много и они активны, значит у нас села иммунная система. А иммунная система очень часто как раз и связана, во-первых, с нашими геликобахтерами, а во-вторых, вот, кишечники, есть, кишечник сам является очень важным фактором нашего иммунитета. И в тонком кишечнике, и в толстой кишечнике. Вот здесь, на вот вершине каждой, вот этой вот босиночки, находятся так называемые пейеровые бляшки. Пейеровые бляшки, которые вырабатывают иммунные клетки, которые вырабатывают лимфоциты. И на сегодняшний день уже доказано, что 50% иммунитета человека находится именно в кишечнике. Именно в кишечнике вырабатываются иммунные клетки. У человека взрослого. А вот у ребенка 70% иммунитета, то есть всего 30% иммунитета приходится уже там у ребенка на лилочковую железу, на лимфоузлы, на какие-то, на немножечко гормонального иммунитета. У взрослого человека больше процентов этих гормонов на кощниках. На кощнике у нас отвечают за иммунную систему. У нас нет лилочковой железы, которая защищает, как у ребенка. А у них плохо работает на кощнике у детей. И, кстати, именно с этим, да, было связано раньше, по крайней мере, об этом говорили, да, у детей плохо работали на кощнике, и у них аутоиммунные заболевания, за которые отвечают на кощнике, теоретически их не было у детей где-то до 90-х годов. Когда мы начали делать сбой, да, когда появились аутоиммунные заболевания, они связаны напрямую с вакцинацией, и они были напрямую связаны с тем, что вот в 90-х годах, да, очень широко медицина начала использовать иммуностимулятор, иммуностимулятор, а иммунитет стимулировать нельзя. Иммунитет очень компрессная вещь. Иммунитет теоретически должен быть направлен против окружающей среды, то есть вот как бы он наш, и вот помогает там справиться с тем, что нас окружает. Но оказалось, что когда иммунитет стимулировали, эти, ну, скажем так, знаете как, есть страна, в которой есть армия, которая должна с кем-то там воевать, предположим, грубо говоря, да. Никто не нападает, армии скучно, ну, тут даже, наверное, не такой вопрос, потому что на нас всегда кто-то нападает, да. Но вдруг армии стало много, да, чьесчур много, что начинает делать армию, она начинает портить мирное население. Ну, в каких-то фильмах это было, напились американские солдаты, что-то про наших солдатах и не показывали, да, а вот фильмы были «Американские солдаты напились», да, и пошли там на улицу, избили там кого-то, каких-то горожан и еще чего-то, вот такие вот моменты. Вот то же самое происходит с нашим иммунитетом, когда его стимулируют. То есть стало очень много солдат, они вместо того, чтобы бороться с окружающим, да, потому что их очень много, те, кто с окружающим борется, и достаточно, как говорится, да, они начинают бороться с тем, что внутри, они начинают вырабатывать против себя эти тела, и возникают аутоиммунные заболевания. Вот одним из важных провоцирующих факторов как раз и было возникновение иммуностимуляторов. Это были именно симуляторы «Тимарин», «Тимоген», вот как-то одно время их очень модно было назначать. Это были как раз в 90-е годы. Сейчас их очень скромно назначают, потому что категорически против этого те специалисты, которые занимаются аутоиммунными состояниями, в частности ревматологи. Самые первые, кто начал аутоиммунные заниматься, это были как раз они. И они их лучше всех, кстати, знают. Хотя хочу сказать, что аутоиммунных заболеваний в любой области, начиная с головы и до пяток, у человека очень много. Вот так если перечислять, шизофрения, эпилепсия, болезнь Эльгеймера, болезнь Паркинсона, тиреидит, бронхиальная астма, болезнь Жильбера, псориаз, итилиго, истинеслиров. Все это аутоиммунные заболевания. Они как раз связаны с тем, что иммунитет начинает понимать против себя, регулируемостью. Так мы с вами ушли в сторону. И так, еще одна важная функция кишечника, когда кишечник идет всасывание, вы помните, кишечнике всасывание всего того, что нужно, толком кишечнике воды, но еще важнейшей функцией кишечника является как раз иммунная функция, потому что именно в кишечнике находятся вот эти первые бряшки. И вот это очень важно. Первый бряшек вообще больше толстый в кишечнике. Если у нас кишечник, именно долгий кишечник, очень сильно, скажем так, грубо занавожен, да, то есть когда не в порядке у нас идет отхождение вот этой вот грязи из организма, вот это все скомпоновалось, да, и оно повреждает вот эти вот ворсиночки с одной стороны, во-вторых, эта грязь закрылась, скажем так, вот эти ворсиночки, да, там, где грязь находится, иммунная система падает. Тибетская медицина в свое время как раз об этом и говорила. Вы помните, в тибетской медицине, если мы посмотрим вот этот вот круг ухин, вот эту вот звездочку, да, мы видим, что толстый кишечник связан с легкими. То есть если толстый кишечник нет в порядке, у человека проблемы с легкими. Но они подразумевают легкие, но, в принципе, человек, у которого снижен иммунитет, все простуды его, правильно? И не просто простуды, а сразу идет на профи, сразу идет на пневмонию. Человек, у которого иммунитет хороший, он болеет достаточно легкой. Вот вам, пожалуйста, иммунная система, если кишечник плохой, 50% иммунной системы плохой, естественно, человек будет болен. Парадокс, что они не завязываются в такой эфировой бляшке, но они уже тогда это видели и тогда это наблюдают. И сегодня это тоже продолжается. И сегодня, если мы хотим, чтобы мы были по здоровье, очень важно, чтобы в порядке нас круг кишечника. И, кстати, вот эти вот программы детокса, которые сейчас делают, вот, спасала Амью Мэй, да, такасно и предоправлены. То есть мы не просто очистили кишечник, да, а мы благодаря тому, что очищали кишечник, мы восстанавливали нашу вот эту вот иммунную систему, наши киеновые бляшки, мы восстановили иммунитет. Это очень хороший момент, и поэтому делайте отсюда вывод, кому нужна в первую очередь программа детокс, программа вознат тем, кто страдает ауторимонными состояниями. Начиная отсюда, кончая нашими пяточками, если у вас считается, и все сахарные бляшки тоже поджелуды, аутоиммунные заболевания поджелудочные железы. То есть где бы вам не было это аутоиммунное заболевание, займитесь кишечником, что и делали там тогда абитоксик. Итак, это пилеровые бляшки. Кроме вот этих биквидоластой колебактерий. Кстати, эти бактерии хорошие, но они, в отличие от таких бактерий, которые для нас вредят, да, стафилококсик, стопокет, макокки и так далее, они не умеют защищаться, они достаточно слабы. То есть они под любое какое-то внешнее воздействие неполкоприятное, они от этого воздействия начинают страдать. То есть что это может быть? Я не говорила об антибиотиках, потому что антибиотик, антибиотик направлен против микробов, и он должен уничтожать микробов. Получается, мы принимаем антибиотик, начинаем уничтожать собственных микробов. Это, знаете, по принципу, весь своих, чтобы чужие боялись, да. Антибиотик принимаем, стафилококсик, который уже привык, да, который знает, что с ним воюет, он уже подготовился, он уже экипировался, да, он уже готов к этому. И вдруг мы этим антибиотиком начинаем расстреливать, скажем так, бактерии, стафилококсик или бронежилетов, а дети давали в такой бактерии вот такие все в футболочках. То, в первую очередь, победим, делайте выводы. И так получается, человек принимает антибиотики, бифидо и лактоколи бактерии, подъебают, и когда там поступает сюда очередная поция, например, таких анаэробов, микробов анаэробов, в морду должны бы выкинуть наружу бифидо и лактоколи бактерии, а их нет, некому их выкидывать. Анаэробы попадают в кишечник, условия хорошие, кислорода нет, размножайся не хочу, вылезли из своих личиночек, ничекдацис, посмотрели вокруг, здорово, всосались и пошли или к суставам, или к почкам. Ну, и так распарительный процесс. Вот это называется медициней синдром бериалой слизистой. То есть, когда у человека есть дисбактериоз, когда у него нарушены лактоколи бактерии, начинают всасываться анаэробные бактерии из кишечника и вызывают или воспаление суставов, или воспаление почек. Как это происходит в жизни? У вас началась тяжеленная ангина, горло заложено, глотать не можете, температура 40, развивается в рычаг. Врач назначает антибиотики, вы их несколько дней прокололи, уменьшились миндалины, ушел в ночь, все стало хорошо, температура спала, 5 дней прошло, вы уже вылечились, антибиотики прекратили. Пока вы их принимали, вы, естественно, массово уничтожали свою кишечную форму. Причем, это необязательно делать укол таблетками, потому что, когда мы пьем в момент, понятно, что это не сражается, да? А вот, представьте, мы делаем уколы, а он не сражается здесь. Вот вам, кстати, вывод на том, что это хлора находится по всему организму. Итак, после всех этих уколов уничтожили мы лифиды, коди и лактобактерии. Закроет очередная порция анаэробных бактерий. Вот так идет ситуация, которую я вам сказала, обиделись, посмотрели, никого нету, всосались, и через 2 недели после ангины у вас заболели суставы. Вы приходите к врачу, и врач говорит, а что вы хотели? А это у вас осложнение ангины, а давайте вам удаление не дарим, чтобы это в следующий раз не было. А на самом деле это не осложнение ангины. А на самом деле это осложнение антибиотикотерапии, которую вас лечили ангино. Но кто вы там признается? Кстати, врачи, многие врачи. Знают, просим, благодаря вас, сервисы. Но когда ты как бы не имеешь в виду, надо же объяснить что-то, да? И потом, что такого у нас сегодня страховая медицина? Страховая медицина, вот летом было вот такое выражение, да? Всемирная организация залахронения записалась. Вот сегодня страховая медицина заинтересована в том, чтобы было больше больных, и даже не просто больных, а тяжело больных. И вот представьте, если нам нужно, к врачу вы приходите, да, к врачу, к этой медицине, и ей нужно вас лечить, 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 она ведь не скажет, что из-за лечения вы заболели. Правильно? Это у вас осложнение вашей ангины. Давайте-ка еще вам миндалинки отрежем. А когда миндалинки отрежут? А миндалин – это первая защита, первый защитный бонет от микробов, который попадает внутрь. А после того, как миндалинки отрежут, у вас пневмонийность, вот все бронхиды. А знаете, эти пневмонии, бронхиды намного тяжелее лечить, чем ваша горло, да? Ну, вообще лопат, понимаете, лечи, лечи себя, ты теперь уже все, в медицине приходил, никуда ты ботинку не денешься, ты уже попал. Одну операцию сделали, один борьбер убили, надо это не обратили внимания и болей не хотим, как говорится. Любой каприз за ваши деньги будем вас лечить и лечить. Не важно, кто заплатит. Страховая медицина заплатит, вы сами заплатите, это уже не так важно. И миндалины вы за деньги удалите, или за миндалины ваша удаленная агрессия, страховая медицина, это были ваши миндалины, это были ваши защитники. Подумайте, надо их убирать или нет. Кстати, с аденоидами это же самое у детей. Но мы сейчас опять вернемся к нашему кишечнику. Итак, анаэробы, это одно. Второе, паразиты. Каким образом попадают нам в организм лямбрии, наоборот? Они приходят, и вот эти вот цисты лямбрии, они находятся в окружающей среде, в виде цистов этих как раз-то странствующих, они попадают вот сюда, вот, между этими ворсинками. И вот между этими ворсинками они сидят и живут благодаря этому моменту. Если у нас именная система нормальная, если у нас битгалатобактерии, полный, который социал, если все хорошо, они не дают им вылупиться. То есть, если знаете, как это лямбрия выглядит или пока нельзя, то сидите и тихонечко, она здесь спряхлась, ей здесь хорошо, особенно если у нас там, извините за слово, кучка кашек, да, у нас что-то не очищено, здесь какой-нибудь реализорит, а его тепло, хорошо сгид. Здесь было за приятным моментом. Вдруг вы наелись антибиотиков, раз, не антибиотиков, вы наелись в каком-нибудь, ну, не знаю, воды газированный напильность, которая с красителями. Просите ли тоже киенами, полный уничтожает битгалатобактерии, у вас было какое-то отравление, предположим, да, несколькие поноски, вы на это внимание обратили, на любое это отравление идет по нашим бактериям. Итак, у вас здесь битгалатобактерии пострадали, им стало мало, если кто-то смотрит, да, хорошо, никто не смотрит, они вылупливаются, и пока здесь никого нет, чтобы их уничтожить, против тока, то есть у нас все идет вот в эту сторону, да, по кишечку, они против этого только тихонечко пробираются в двенадцатипесную кишку, в двенадцатипесной кишке они пробираются в желтую водящую путь и в печень, а в печени, это как раз их любимое место для размножения. И нас с вами усиленно начинают лечить печень, потому что у вас леандрии в печени, но леандрии в печени не появились бы, если бы вот здесь был бы порядок, и они бы здесь не вылупились и не пошли бы в эту печень. Понятный принцип? И большинство паразитов живет именно таким образом. Кстати, еще один вид паразитов, который, как выяснили ученые, оказывается с одной стороны плох, а с другой стороны хорош для организма. Это различные ленточные черви, то есть это бычья цепень, есть там свиной, да, это есть искориды различные, даже острицы с этим нужно, оказывается, видишь, но острицы это немножко гиблистые, да, такая мелочевка, да, которая бывает чаще у детей, которая бывает именно вот грязные руки, и все прочее, и она долго у нас в кишечке не задерживается. Потому что она побыла и ушла, потому что они не могут где-то зацедиться погромче, они вот здесь вот среди текал, вот матерпурируют, и выйти им очень легко наружу, на самом деле. Так вот, у этих бычья цепень и дочек, то есть у ленточных червей, которые называются старин, они все касаются очень потрясающих свойствах. Они живут, почему они называются паразитом? На самом деле паразитом называется существо, которое живет за чей-то счет, даже не существо, живой организм, да. То есть если вот мок живет на дереве, его коре, он живет за счет вот тех соков, которые есть в этом дереве, он будет паразитировать на этом дереве. Вот, эти, если у вас сын живет за ваш счет, да, и не работает, он паразитирует на вас, правильно, вы его кормите, он сидит дома, а вы его кормите тоже паразит, да. То есть паразит – это не что-то плохое, а это живой организм, который живет за чей-то счет. И вот точно так же, вот эти аскориды попадают на кишечник, они живут за наш счет, еда хорошо, у них есть вот питание, они тут берут то, что еда сюда попадает, чему-нибудь они добавляют от нас, да, немножечко они могут нашей кровью подпитываться, но в принципе им не так много надо. И когда говорят только о том, что в организме паразиты, да, плохо, но у паразитов есть одна очень важная служба, они здесь живут и не забудутся о своем хозяине, потому что если завтра хозяин умрет, ему надо будет изгнить и другое дом искать, а как-то вот знаете, по жизни, если у нас есть хороший, добротный, теплый, уютный, шикарный дом, как-то не хочется его менять, и паразиту тоже этого не хочется. И поэтому он за хозяина смотрит и выяснил, что оказывается, люди, у которых есть ленточная черви в кишечнике, у них практически не бывает рад о том, что кишечник, потому что черви смотрят, и если вдруг появились измененные клетки, они их уничтожают, они хотят, чтобы хозяин жил, они хотят, чтобы этот дом существовал как можно больше времени, потому что ему там тепло, хорошо, уютно, шикарно, не хочется друг друга дома. Ему здесь нравится. Такой бы он ни был, да, такая бы ни была моя Россия, не хочу жить ни в какую-либо Анголу, Америку и все прочее, в своем месте хочу. И поэтому он старается, чтобы вот это вот место, где он живет, было нормально. И поэтому получается, что наличие червей, в принципе, является протилактикой рад толстого пишечника. И человек, у которого рад толстого пишечника, да, это чаще всего человек, у которого это червей нет. Поэтому, когда вы кушаете рад личный шашлык, и боитесь, что из-за этого шашлыка, это же полусырое мясо, и как раз оттуда, кстати, на ваш червей попадает, да, что у вас что-нибудь возникнет, успокойтесь, наслаждайтесь, мясо полезно, шашлык это вообще супер вещь, да, и пусть оно там будет. Пусть оно будет немного, потому что если иммунная система ослабевает, тогда уже червей, конечно, мы будем ощущать страну масла. Если иммунная система более-менее нормальная, все хотят жить, пусть живут. Тихо себе, пусть живут. Их очень сильно много, но их очень сильно много становится как раз в том случае, когда садится иммунная система. А это вот, ну, что просто обмунитивно, вот все, это все, что нам нужно. Итак, по паразитам, это понятно, да. Но у нас сегодня появился, кстати, препарат, который помогает наших этих паразитов регулировать. То есть если их уже развелось чересчур много, да, то есть у вас вот в доме, дом рассчитан на 5 человек жилья, да, а у вас жилья там 25, то дом тоже может быть, правильно, но не рассчитан, как будет квартира. Вот, если их много становится, у нас есть сейчас великолепный препарат, который мы, кстати, не принесли, да, чесночное масло. И как у меня был один очень интересный доктор в физике, да, он когда своим назначал пациентов, дело в том, что в среднем азии, да, он вообще не имеет больших паразитов, и он назначал им чесночное масло, а на нем написано «гарник». Да, гарник – это вообще киснок, но дело в том, что есть такой паразит, который называется «гарниковый цепь». И он говорил, что есть, написано название «гарник», да, и вот как раз от этого паразита помогает, просто супер, это действительно так. А в чем принцип помощи чесночного масла? Вы не поверите, чесночное масло в первую очередь улучшает иммунную систему кишечника, и затем уже только уничтожает вот эти паразиты. То есть вот этот двойной эффект чесночного масла, с одной стороны, восстановление иммунной системы, с другой стороны, уничтожение вот этих вот паразитов, потому что им запах чеснока как-то вот совсем не нравится. Вот вы видели, да, мне запах чеснока, вот мне принесли, я вам покажу, да, любимый препарат, кстати, он вот варируется, шикарно, вот на все эти инфекции грида очень хорошо, и, кстати, очень часто сегодня, что в кардицерстве действует, хотя мы как-то привыкли к кардицерстве, вот варите кардицерский хайм. Хотела вам сразу сказать, вообще лишний раз, да, для человека, у которого нет аутоиммунного состояния, и те, у кого аутоиммунный, им нужен кардицерский хайм. А вот нам лучше на кардицерстве делать хорошие такие перерывы, потому что кардицерство, когда организм налетается, он перестает так, как надо действовать лучше, если он действует. Поэтому на кардицерстве делайте перерывы, но ведь поступки никто не отменял, правильно? И раз поступок никто не отменял, просто заменяйте кардицерство вот на то время циклосим маслом. Вообще во всей системе у них есть кардицерство, кроме той проблемы, которая с почками, но тисклосим маслом может великолепно подлиться от семени. Ну а против паразитов, тем более, если вы переживаете, то у вас их там сильно много. В принципе, вы полностью все равно не уничтожите. Это чего-то, что-то останется, и это не страшно, что чего-то останется. Может быть, конечно, уничтожьте, но пусть вы уходите, если вы им тоже хочется. Итак, вот это, кстати, еще один препарат, который обязательно нужно добавлять схему восстановления кишечника. И мы с вами поговорили, дисмокридоз, это понятно, да, бифидолактополин бактерии. Мы с вами поговорили о паразитах. Еще один очень важный момент, да, как же сделать так, чтобы наши бактерии были хорошие. Вот тут очень интересный момент. У нас есть шикарнейший препарат, который сам содержит бифидолактополин лактоплору. Это препарат, дальше семенивест, которого пока в России нет. Но частично вот эта вот флора, да, есть в нашем фруктозаме, имеется в виду фруктозам тоже, соответственно, частично флору. Но не обязательно давать организму флору. Вообще, для чего дают кишечник флору организму? Я вам хочу сказать, вот эти бифидолактополин бактерии, они не одинаковые. Они у меня одного цвета, у него другого цвета, у вас третьего, ну, грубо говоря, да, они для каждого человека индивидуальные и более даже индивидуальные, чем группа крови. Потому что мы знаем 4 группы крови, а вот бифидолактополин бактерии разновидности практически почти столько же, да, сколько людей. Ну, вот 8, у них они где-то похожи. А в остальных они все разные. И поэтому пересадить чью-то флору к нам, это бесполезно. Она у нас жить не будет. Для чего же она нужна? Вот когда вам дают какой-то бифидонбактерин или лактобактерин, в аптеке вы ему берете, да, просто это получается, вот когда-то привозила такой пример, да, вот представьте, в горах поступь пасет отару овец, да, его опару вместе с ним охраняют где-то там есть собачек, да, для того, чтобы овцы не убежали, для того, чтобы овцы на них не напали, и так далее, и так далее. Ну, овец много, да, где-нибудь 500, а собачек 10. И вдруг наводнение, наводнение, да, поступь со своей отарой пережил это наводнение, да, из 500 овец у него осталось, там, скажем так, 300, да, 200 овец утонуло. Но из 10 собак, они пытались этих овец спасти, тоже осталось только 2. И вдруг на эту отару, если нападут волки, то извините, 2 собаки с ними не справятся. И вот на то время, чтобы собачек с этими волками справились, да, пастук берет от другого пастуха, тут не было наводнений, да, несколько его собачек, причем женского пола, который положен собачек, да, или наоборот, у него оставили две собачки, не будем называть это имени, женщины, да, а он берет оттуда несколько собак-мужчин. Они сюда приходят, они размножаются, они на какое-то время, во-первых, сами защищают оттару, да, но они помогают, размножаются свои. И вот, предположим, вот эти вот две оставшиеся собаки, принесли по 6 щенков, эти щенки выросли, вот на то время, пока эти щенки выросли, да, на то время, пока было только две собаки, вот эти чужие собаки, они этой оттаре помогают. И когда у него щенки выросли, вот одна родила же щенков, вторая, да, то есть уже стало 24 собак, 12 собак, да, 24, 20, он вот этих собак как бы отдает обратно. И сейчас это происходит немножко по-другому. Вот я думаю, что бифидолактовая бактерия, они имеют свой жизненный цикл. Этот жизненный цикл, конечно, он намного быстрее, чем собачек происходит. То есть бифидолактовая бактерия в течение двух месяцев, они успевают нарожать кучу новых бактерий, размножиться. Но на то время, вот эти два месяца, когда их мало, мы как раз и даем какой-нибудь бифидолактовая бактерия и так далее, чтобы на то время, пока нету этих овец, чтобы они защищали. Грубо говоря, понятно, о чем я говорю, да? И то же самое происходит с нашим фруктозаном или с диестом. Они тоже соответствуют те флоры, которые вот на то время, пока наши бифидолактовая бактерии нет, пока они не размножятся, они помогают. Вот это принцип действия этих двух препаратов. В чем принцип действия хитозана и двойной целлюлозы? Хитозана и двойная целлюлоза создают условия для лучшего и более быстрого размножения бифидолактовой бактерии. То есть они сами по себе вроде как бактерии не несут, но они дают такие комфортные условия, от которых размножение этих бактерий происходит намного быстрее. И то есть за счет этого двойная целлюлоза великолепно убирают бактериоз. То есть если в норме у человека кишечная кора наружность, она останавливается где-то как минимум полгода, понимаете, до года и так далее. Хотя я хочу вам сказать, что у нас практически те, кто у нас есть бактериоз, да, нет бактериоз, но как бы все равно так, что тусуется. А здесь получается, что когда мы даем двойную целлюлозу, рикитозан, мы этого бактериоза можем буквально за два месяца, уже вот полностью всю эту колонию, вот эти бифидолакты, колли-порфейки. И один очень важный момент. Было отравление, да, или антибиотики, или еще что-то, но нет у нас бедерства. Рикитозан достаточно высококопределенный препарат, тоже большими дозами не попринимаешь, и у него не очень мало этой флоры, да. Потому что можно это все восстановить в целлюлозе. Тоже очень хорошо. Можете сказать о восстановить. Они просто создадут условия для размножения вот этих вот наших собственных колоний. И они уже помогут узнать дезбактериоз. Дезбактериоз, причем, у всех людей проявляется по-разному. Большинство людей дезбактериоз дает именно заборы, да, то есть вот такой вот стул плохой, то есть когда стула нет в течение двух дней. Кстати, вот насчет стула. Очень многие люди знают, что должен быть стул, но знают, что стул должен быть один раз в день. Это не так. На самом деле нормальный стул столько раз, сколько мы кушаем. То есть в режиме, вот когда мы едим, да, перестатика, она должна продвигать вот эти вот массы, да, и эти массы должны уходить. И поэтому после еды теоретически многие, вот мы три раза кушаем, и раз в стуле должен быть. Кто-то сказать, ничего себе, это у нас засранцы, да. На самом деле это не так. На самом деле это норма. Но если у вас даже хотя бы один раз в день, это вы еще в норму укладываете. Смотрите, у вас что раз в два дня, то у вас иногда человека спрашивают, есть запоры. А он считает, что запоры, это когда он это, видите, все надо, что интенсировать не может, надо попружиться, чтобы вышло. Он говорит, нет, у меня все нормально. А сколько раз у тебя в день? Ну как сколько? Ну у меня может быть один раз в три дня, или один раз в два дня. Это ненормально. Ненормально даже один раз в три. Но укладывается близко, возможно, да, потому что два раза – это уже очень хорошо. А вот когда это один раз в два дня, это совсем никак. И, кстати, один из факторов, вернее, два фактора, из-за которых это происходит, да, уже три фактора. Первый фактор. Для того, чтобы кишечник работал, да, для того, чтобы он двигался, нужны желчные кислоты, которые, раздражая стенку кишечника, заставляют их сокращаться. И если у человека нормально работает печень желчеводящая система, у него будет нормальный стол. Раз. Если у него желчеводящая система работает плохо, у него будет и нефокус, что происходит очень часто, и понос, потому что когда она работает плохо, желчный кислот больше, например, выделяется, да, перестантика усиливается, и у него, ну, все очень живенькое. А что такое живенькое? Это значит, что и 12-персток киши без всасывания воды проникнуло туда. И потом, если это проникнуло туда, это значит, что-то, не знаю, что в том, как кишечнике, да, не успело всосаться. То есть что такое? Вот он говорит о том, что вот эта вот жиденькая масса, которая должна была потихоньку в том, как кишечнике всасываться, и она у вас напрягу у себя вылетела. Сосаться оттуда ничего не успеет. Поэтому это не очень хорошо. Раз. Дальше. Вторая причина, почему может быть, почему будет неправильный стул, да, если у нас плохо, мы получаем мало воды. Дело в том, что именно вода формирует, чтобы каловая масса была более-менее рыхлая. Если вот здесь вот воду толстый кишечник всосал, воды было мало, и вот это мало воды он всосал, ему же нужно определенное количество. Для чего вообще вода организму нужна? Вода является катализатором всех отменных процессов. Кстати, если вы пьете биодобавки, не допиваете воды, считайте, что биодобавки на вас есть и плохо. Я помню, у нас на конференции, да, был очень хороший доклад, выступала у нас Гера Антога, это специалист по заболеванию пожилых людей, да, по возрастным заболеваниям. И она приводила примеры, у нее под наблюдением было около двух с половиной тысяч человек, и из них, да, они получили эффект с препаратами киши около 30 с чем-то человек. То есть, как бы у всех были хорошие результаты, у всех были какие-то положительные подвижки, а вот около 30 человек, как-то у них все было очень слабо, не в оксинках. И когда она начала это выяснять, оказалось, что они не соблюдали фитивую жизнь. То есть воды они пили очень мало, а вода – катализатор обменных процессов, а мы для добавки пьем для того, чтобы была нормальная глиохимия, но если вы, извините, взяли компоненты глиохимической реакции, а катализатора нет, то компоненты могут не сработать. И вот катализатором, основным катализатором в отверстии является вода. Поэтому должны вы помнить, что норма воды – это 40 мл на килограмм веса. Так, все пишут очень плохо слышно, и вдруг ниже норма. Ничего нельзя делать? Но вот почему-то плохо слышно, плохо слышно, очень плохо слышно. Ага. В правом нижнем углу проверить звук лебедара. Сейчас, что у нас осталось уже? Нет, это не у нас, это они надо проверить. Лебедарь. В нижнем правом углу окошечко, где ведется трансляция, у вас есть звук. Попробуйте его поставить на максимум, тем людям, которые слышно плохо. Они писат все бедомки на максимум. Просто если я буду делать усиление больше микрофона, будет слишком фонить. А сейчас ничего не фонит? Все писат, что плохо слышно. Видишь? Можно что-то сделать? Давай делай, чтобы вспомнило. Пой-пой, больше. Все, отлично. Так, все лучше? Так, причина была комната. Может, у нас окно откроется? Давай закроем окно тогда. Может, действительно? У нас, понимаете, на улице идет дождик, и такой хороший воздух, мятенький. Мы открыли окно, мы снова начали. Мы сейчас. Сейчас лучше? Так, чего мне вы скажите? Сейчас лучше? Вот я говорю, сейчас лучше? Давайте продолжаем. Но поприслушивайтесь, тогда я не знаю, куху поднесите. Я думала, слушайте, я все считала, что у меня командный волос, я громко говорю, не знаю, с чем это связано. Итак, возвращаемся. Итак, первая причина – желчные кислоты, если они нормально работают, и поэтому очень часто стул связан не с кишечником, как большинство водолома, а именно с кишечником, желчевладящей системы. Раз. Второе – с количеством той воды, которую мы пьем, потому что, если воды мало, каш становится сухой, жесткий, он опять-таки, ну, он может быть разбухше и давить вот на толстую кишку, чтобы она его выталкивала. А тут получается, что он весь такой сухой, да, мало скампанона, он не давит толком, да, и она его не выталкивает. Третья причина – это уже сама толстая кишка. То есть, чтобы там давливал сердце кишечника, толстая кишка должна быть определенной величины. А есть такое понятие, которое называется долихосидма, да, то есть, когда толстый кишечник, он расширяется, и, естественно, вот этот вот расширенный там, но заколовок у нас не хватает, чтобы давить и заставлять его выталкивать. И вот это вот состояние тоже ведет нарушение сухов. Кстати, когда говорят ленивый кишечник, как вы считаете, с чем связан ленивый кишечник? Не с кишечником. Ленивый кишечник как раз связан с желчной вновляющей системой. Желчные кислоты не раздражают кишечник, то он не хочет шевелиться. Ну, знаете, такой товарищ, это вот у нас такая поговорка есть, здесь сидит птица гордая, и не пьется, не полетит. Так вот, кишечник птица гордая, не пнешь желчными кислотами, не будет двигаться. Он будет вот такой, вы знаете, никакой. Желчные кислоты его подпинали, он, мариночка, пошевелился, отправил куда-то что-то, да, потом опять замер. Опять желчные кислоты сработали, подпинали, опять все пошло. Поэтому, когда желчные кислоты пинают, все хорошо. Не пинают, кишечник вот такой вот, знаете, ну, раз никто не заставляет, работать не будет. Вот, поэтому очень большое значение для стола имеет работа печени без желчного пузыря. И вот это тоже очень интересный вывод. Люди очень часто начинают принимать наш чай, видят улучшение в столах. За счет чего? Как раз за счет желчного делительного системы. У вас она толком не работала, она-то работала, улучшается стол. У кого-то даже от чая вот идет сразу выброс хорошей желчи по типу деблажа, знаете, и может быть даже первые дни очень жидкий стол, нормально. Сейчас вся желчь выйдет, и все будет, потом уже все устаканится, и все будет хорошо. А вот это то, что я хотела сказать про толстый кишечник, и потом толстый кишечник у нас завершается прямой кишкой. Да, вот такая вот у нас прямая кишка. И вот прямая пешка, она такой небольшой участок этой прямой кишки, это получается остовый орган, потому что здесь, вот как раз здесь начинают каловые массы скапливаться и гореть. И вот здесь есть несколько важных моментов. Прямая кишка, она очень обильно крылоснабжена, и когда у нас стул, скажем так, или нерегулярный, да, или вот эти вот запоры, то есть каловые массы слишком жесткие, слишком, но грубоватые, тяжелые, они начинают давить на стенки кишечника и пережимают вот эти вот вены, которые есть в этой прямой кишечке. Если пережатые вены, в них образуются тромбы, и тромбоз вот этих пережатых вен, как раз и называется геморрой. Если это происходит внутри, до отверстия, до ануса, да, это называется внутренний геморрой. И так как генозные стеночки, они же очень тоненькие, вот эти вот геморрогидальные узлы, они как бы начинают вдаваться в просвет кишки, да, они разоржаются, вот эти вот тоненькие стеночки повреждаются, и у человека появляется кровь в стуле. Вот если чистая, алая кровь в стуле, это чаще всего связано с вот этими нижними отделами. Если же наоборот, это где-то на выходе, да, вот это вот геморрогидальный удил идет уже после ануса, он пережимается, вот это вот все набухает, а здесь анус, здесь очень сильная инфрация, у человека появляется боль. Отчего это бывает? Ну, это связано с тем, что может быть человек, у которого приливает кровь при моте, то есть вера, это вены, но они же у всех у нас есть веры, да, правильно? А у кого-то эти геморроги образуются, а у кого-то нет. И он образуется очень характерно для тех людей, у которых профессия связана с сиденьем. Вот человек сидит, когда он сидит, кровь в малом году застаивается. Это может быть связано с беременностью, потому что беременность, она дамит, вот здесь вот это все нагрузка, и кровь застаивается. Поэтому беременность всегда у женщин вызывает геморрог. Это бывает связано у любителей в бане, вот в бане, да, это тоже как-то прилив крови к малому тазу, да, и очень часто геморрог обостряется у мужчин после бани. Попарился хорошенечко, кровь туда привела, вот, потом из бани вышел, произошел возле эспаза, и эти все углы ущемились. И очень важный момент это и бывает при подъеме тази, то же самое, когда человек поднимает тяжелую кровь, приливает сюда, идет, она тут скапливается, а тогда кровь стоит стоячая, вместе с англотой цитрунга, вот это и есть и мороз. Вот это вот те проблемы, о которых я вам хотела сказать, как мы их решаем. И вот мы с вами решаем. По кишечнику чай будем давать? Где мы будем писать? Она здесь вспомнила немножечко, да, по этому себе успели записать. Обязательно будем давать чай, правильно, потому что мы уже помнили, что чай должен для жар-сакисло, для того, чтобы продвинуть вот это вот все кишечнике, чтобы шло своим путем, как положено. Поэтому должен быть чай. Для того, чтобы у нас нормально работали ферменты поджелудочные, чай отличает у нас как раз получается в зазорственной кислоте, а чтобы нормально выделять ферменты поджелудочные, это у нас будет или хитоза, или двойная целлюлоза, или таким же эффектом обладает хруктоза. Итак, один из этих препаратов. Дальше. Для того, чтобы у нас не было паразитов, да, лишних, пусть они, пусть немножко мы поняли, что они могут быть, но чтобы их там мешка не было, скажем так, и отстимулировать нашу иммунную систему кишечника, если мы возьмем чесночное масло. Как раз очень хорошо будет. И четвертое. А вот для этой системы мы помним, для того, чтобы биодобавки попали в клетки, потому что принцип биодобавок, они ведь работают не просто так там в кишечнике или просто в крови или где-то, они должны войти в химический реакт организма и они должны нормально сработать. То есть чесночное масло где-то кофе нависит на самих паразитах, но основная его функция, что он должен войти в эти пьеровые бляшки, улучшить их биохимию таким образом, чтобы лимфоциты хорошо выделялись. И поэтому, чтобы все это вошло в клетки, вы помните, из моей версии, обязательно нужны илоны кальций, то есть того кальция, который будет для меня в душе. Какой это будет кальций, выбирайте сами. Любите нуждовую, пусть будет массовую, любите общие, особенно если у вас есть синдром терялости, если болят суставы, значит это общий кальций. Если у вас проблемы с сердечком, выполните самые лучшие кальции для сердца, это детские. Если у вас проблемы с сахарами, возьмите кальций, который помогает, кальций с витаминами, который помогает снизить сахар. Желательный кальций, идет как добавление к всем видам кальция. Сам один, он достаточно слабенький, и его нужно вот только вот буквально на родовой полос, вам как кальция, больше надо. Поэтому берете его только как дополнение к какому-то виду кальция. И вот это у нас получается схема восстановления кишечника. Это должно быть минимум три месяца, потому что, вы помните, что мы сказали, два месяца, чтобы восстановить бактериальную флору, нам нужно принимать репараты. Поэтому минимум два, лучше три месяца. Это будет профилактика после любого отравления, при подозрении на какой-то паразит лишний, или еще что-то. И, кстати, еще один очень важный момент, на то, чтобы у нас все вот эти вот простейшие вирусы, которые живут в организме, чтобы они нам не мешали жить, чтобы у вас не было хромедиоза, клоксиел, клоксиел, галлевел, там, цитоникологируются, прочие разные лабуды, чтобы они не вылезали. Кстати, в анализах их у вас находят, когда они становятся активнее, они у всех людей есть, но они живут в пассивном состоянии. Активизируются они при условии, чтобы дедам у нас дала сбой лунная система. Только тогда учтите это. Если это есть кандиды, вот, кстати, еще очень важный момент, при кандидозе кардиоцекс бывает двоятого свойства. У кого-то он помогает кандидозу убрать, а у кого-то, наоборот, при кандидозе кардиоцекс сам действует как кандидозик, и гребена не выше размножается. Поэтому при кандидозах каких-то я тоже рекомендую все-таки или чесночное масло, или цинк для иммунной системы, но никак не кандидоза. Цинките это в виду тоже. То же самое, кстати, с гиапетической инфекцией. Кому-то гиапетическое рецепс помогает выбрать, а кому-то получается, наоборот, потому что гиапетическая инфекция напрямую связана с грибами. Вот это тут такой же эффект. Итак, вот это вот схема для нашего кишечника. И у нас есть еще несколько минут, я вам хочу рассказать немножко про водородный стакан. Хотите? Не напишите хотите, не расскажите. Так, третий продукт непонятно. Чесночное масло. Третий продукт чесночное масло. Так, вот повреждена сигмолирная пешка. Не может быть сигмолирная пешка структуры шаппинировой кожи. Что это вы вообще пишете? Вообще, в каком бы месте кишка не повредил, вот сигмолирная пешка это как раз толстая кишка. И мы с вами уже эту схему и написали для толстой кишки. Но еще один очень важный момент. Это первый, помните, как я говорила, схему, да? Это первый литарь трехмесячный. Но если вы хотите восстановить полностью структуру кишечника, это идет второй, вот второй месяц, да, это у нас идет восстановление всех структур. И во втором этапе у нас всегда проходит чай, да, помните, на универсальной схеме. И обязательно идет цинк. Вот так это два воскричательных знака. Цинк восстанавливает любые поврежденные структуры организма. Он восстанавливает структуру ДНК. И там, где у вас была какая-то проблема, вызвавшая повреждение органа, мы сначала на первом этапе убираем проблему, вызвавшую повреждение органа, а во втором этапе и здесь эти препараты уже начинают устараться только. Но доделать эти дела как бы цинк и доделывать в третьем этапе это сперлина. Поэтому во втором этапе это всегда должен быть цинк. Обязательно препараты, которые улучшают наш водопровод и канализацию, сосуды, грубо говоря, да, это будет Ириякана, Ириякана во втором этапе один из этих препаратов, обязательно кальций. Вот это второй этап три месяца. И третий этап три месяца окончательное восстановление поврежденного органа, тщательно продолжаем, делает спирулина, мембрана восстанавливает омега и опять кантик. Вот вам, пожалуйста, схема и мы с вами возвращаемся к универсальной схеме организма. Опять же, тоже самое похожее, да, то есть в первом этапе для кишечника мы взяли чесночное масло. Можете взять кондицессы чесночное масло, но можете только чесночное масло. Особенно для кастинчистов, которые уже давно пьет кондицесс, делайте на него перерывы, на него надо делать перерывы, чтобы он лучше и как и не действовал. Чай хитозан постоянно не просто можно, а нужно принимать. И причем, знаете, прислушиваясь к организму, единственное, ну, скажем так, когда надо остановиться с чаем, вот поднимите себе рубашечки, да, и посмотрите вот здесь на животе, если у вас есть там какие мелкие-мелкие красные точечки, не выдавивающиеся над кожей, да, это когда у нас слишком много становится чая, я это заметила очень шествую, там-то разжижает кровь, да, появляются такие мелкие геморрагические кровоизлияния, совсем такие миленькие, они не вредные, но это говорит о том, что нужно пару недель на чай приостановиться, то есть вы кровь разжижили чересчур, да, есть такие люди, которым это надо. Точечки, которые выделяются над кожей, это печеночные, а геморрагические, они просто вот в коже там такими точечками, я пришла лекциях, прям беру кого-то и показываю, кто-то много чая пьет, иногда прям видно эти точечки. Если у вас таких точечек нет, то пейте себе на здоровье этот чай. Пить его можно как угодно, и когда говорят, вот только о чай, не с тем, не смешивайте, все-все это ерунда, очень хорошо его пить с лимоном, очень хорошо для любителей черного чая соединения с черным чаем, я, например, люблю чай с зеленым чаем, обязательно пить, да, можете его пить с молоком, с чем угодно. Вообще, наши продукции, главное, чтобы она вот сюда попала, она там свое место найдет. А как вы ее туда засунете с едой, без еды, после еды, когда хотите, это уже второй вопрос. Но, есть препараты, которые нужны обязательно с едой, это в частности чесночное масло. Если вы его будете кушать на голодной желудок, во-первых, у вас будет такая крышка очень неприятная и чесночная, а вы все-таки с людьми работаете, правильно? Поэтому вы должны чесночное масло, вообще все масляные препараты, вот чесночный мультаскоп относятся, начали кушать, выпили коцок и кушать дальше. То есть жирные, вот эти вот, жировые капсулы, ликан, чесночное масло должны быть обязательно, а не, да, обязательно должны быть с едой перемешаться с пищевым компом. Так, если вы, ну, очень, задавайте вопросы, если у вас время сессия, расскажу про водородный стакан, но если время сессия, скажу. Так, хитозам у нас, а, хитозам у нас растворяют атероскелатические бляшки. Помните, на одной версии я говорила, но это отдельная тема, подробненько просто можете найти. Так, у ребенка 4 года после школа появляется кровь, это очень часто связано с трещиной прямой кишки, вот это уже вторая проблема. Кстати, самый лучший способ лечения трещин, во-первых, после дефекации, да, обязательно помойте детским мылом, лучше с мылом тиньши, да, это вообще супер, потому что там особая такая АПА, да, вот с этим мылом полку помойте. Просто, не просто водичкой подмойте ребенка, а прямо вот с этим мылом на мошке и подмойте. Для трещин вот этот парадокс обязательно. А потом сделайте мазь на пол чайной ложки детского крема, одна капсула хитозана, одна капсула кордицепса, перемешали, высыпали из капсулы, естественно, да, перемешали, получилась такая мазь, похожая на какашку, но приятным запахом. Вот эту мазь сделали на ватный диск и вот туда вот попки приладали, вот этому ребенку в частности. Это очень хорошо зажигает трещины. Но перед этим обязательно попку вымыть мылом. Так. Что там было с средствами? При тех, кто или не болит, не обращаясь к пищевархированию. Нигде. Так. Просим вас помнить, что продукция не является лекарственными средствами, а мы тут о болезни, по-моему, не говорили. Так. Процедура второго этапа и третьего этапа. Значит, препараты второго это обращается инфекан кальций. Третий этап часть кирулина, мегакальций. Возьмите книжечку «Универсальная схема». Там об этом есть. Так. Желудки при обследовании. Отчего может быть желудки при обследовании? Ну, это вот так, где у нас желудок переходит в 12-перстную кишку, да, у нас есть специальный сфильтр. Вот если этот сфильтр не дорабатывает, у нас же желудка в 12-перстную кишку, чистится, желчь может забрасываться в желудок. Это очень часто бывает, когда убрали желчный пузырь, когда убрали желчный пузырь, это уже всегда бывает. Вот. Но есть еще люди, у которых вот из-за недостаточности вот этого пилорического сфильтра может быть вот такой вот заброс. А желчь не разладает желудки, поэтому она начинает раздражать и вызывает невоспалительные процессы. Но вот этот вот сфильтр как раз очень хорошо восстанавливает сочетание кальция с цинком. Так. Вот раздраженный кишечник это немножко другое совсем. Раздраженный кишечник это заболевание связанное с центральной нервной системой, а не с самим кишечником. И поэтому там есть синдром раздраженного кишечника может взять эту же схему, но к этой схеме обязательно добавляйте еще плюс и камп. То есть для того, что синдром раздраженного кишечника это один из признаков депрессии организма. Это одно из стрессовых нарушений организма. Так. Ну, пошли вопросы по болезням. Вот вам там написали, обратитесь к лечащему врачу и так далее. Но язва, любые болячки это хитозанг вы помните, да? И там, где язва, конечно, чехночного масла начинать не будем. Вот так начнем, естественно, с коррекцией. Так. Значит, вы не хотите про водородный стакан слышать, я так поняла, судя по вашим вопросам, да? Вы мне тут что угодно пишете, а я вам хотела что-то интересное рассказать. А время у нас уже кончилось. Ну что, прощаемся, да? Так. Все. Счастливо. Тут кто-то у меня говорит «Здравствуйте», да, только подключился, что ли, мы уже закончили. Итак, сегодня мы закончили. Это то, что я вам хотела рассказать про желудочно-кишечный тракт. Если вы хотите про какие-то болячки в новом курсе лекции, есть вот эти вот болячки, пожалуйста, там читайте. В YouTube куча моих лекций можете там посмотреть. И ближайшая лекция, которая моя, будет в Грозном в Мае, так что может и кто-то туда приехать. Ближайшая лекция за границей будет в Прибалтике, в Рике, да, и, возможно, вот в Лондоне, тоже сегодня. у меня должна называться Ваня, и сказать, что еду я в Мае в Петро Элине. Все, до новых встреч, до свидания. Всем успехов, здоровья, счастливых. Ваша Парина Бикбаева. Субтитры сделал DimaTorzok